Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English, где мы с вами разбираемся, как же выучить английский язык. Очень многих людей, особенно начинающих, кто ещё не особо так приступил к изучению языка, интересует вопрос, как же выучить английский максимально быстро, причём сделать это, скажем, за час. Ежедневно сотни, даже тысячи людей интересуются таким вопросом, как выучить английский за час. И в этом уроке, друзья, я вам расскажу, как это сделать. Это возможно, это даже очень реально, но при условии, что вы будете заниматься английским час каждый день. Да-да, друзья мои, вы ведь не думали, что, может, действительно с нуля, всего лишь за один час выучить абсолютно незнакомый для вас язык, причём научиться им пользоваться? Это невозможно, друзья мои, это просто нереально, только если вы не какой-то супергений. Но я вам скажу так, что если ежедневно выделять 60 минут для того, чтобы выучить английский язык, уже за несколько месяцев вы действительно получите ощутимый результат, и вы поймёте, что вы начали ориентироваться в английском языке. Это действительно правда. В этом уроке, друзья мои, вы получите настоящий план-путеводитель, который поможет вам всего лишь за один час в день выучить английский язык, причём хорошо его выучить в максимально короткие сроки. Как вы понимаете, уровень английского не сразу становится с нуля максимальным продвинутым, его нужно улучшать постепенно. Вначале, конечно же, вам нужно войти в ритм. Что бы ни случилось, нужно заниматься английским языком каждый день, пока, как говорится, тело само не начнёт попросить английского, пока у вас не появится привычка. Вначале вам будет, обычно я вам скажу так, что вначале есть какой-то подрыв, порыв, энергия, вам хочется начать этим заниматься, потом энергия чуть-чуть так спадает, и вам хочется бросить, потому что, конечно же, сразу максимально хороших результатов не будет. Невозможно сразу чему-то научиться, если вы до этого этим не занимались. Оставьте эти иллюзии, если вы до сих пор в них пребываете, друзья мои. Так вот, вначале нужно, пока есть этот порыв, работать так, чтобы сформировать у себя привычку. Каждый день в одно и то же время один час заниматься английским языком. Как заниматься? Вот сейчас мы с вами подробненько разберём, друзья мои, как же нужно заниматься. Не стоит заострять свой фокус, скажу сразу, только на письменном английском, на английской грамматике. Это распространённая ошибка новичков. Они думают, ну, надо учить английскую грамматику. Берут вот такую толстенную книгу под названием «Бонг» обычно. Не знаю, почему нравится людям этот «Бонг». Это безумно сложная, скучная грамматика, по которой, как по мне, вообще невозможно чему-то научиться. Берут толстую грамматику, такую скучную, без картинок, и начинают её учить. Естественно, вы не выучите английский язык таким способом. Это нереально. Не нужно сразу пытаться учить письменный английский, учиться на нём писать. Не нужно заниматься только одной лишь грамматикой. Это большая ошибка, которую, к сожалению, слишком часто совершают, а потом говорят, я не могу выучить английский язык самостоятельно. Мне скучно учить грамматику. Да, это скучно, друзья мои. И да, английский состоит не только из грамматики. Я вам советую дополнить, существенно дополнить и расширить свою работу с помощью английских текстов и английских диалогов. Ну, давайте теперь разбираться, что же нужно делать. Как я уже сказала, очень важно работать с диалогами. Что такое диалог? Это речь между двумя и более людьми. Обычно 2-3 человека участвуют в диалоге. Диалог помогает отразить, максимально отразить реальное общение между двумя людьми. Только диалоги, конечно же, должны быть составлены правильно и грамотно. Не какие-то там абракадабры, наплодосы грамматических конструкций. Это будет плохой диалог. Вам нужен настоящий живой разговор, маленький его фрагментик. И наполняя свою память, свою голову такими вот фрагментиками, постепенно вы научитесь общаться на английском языке. Это факт. Как работать с диалогами? Диалоги, конечно же, нужно учить на память. Их надо выучивать. Мало их просто читать. Для начала берёте диалог. Берите диалог на самые популярные разговорные темы. Вам подойдёт любой нормальный разговорник или самоучитель по английскому языку. При этом он должен быть с аудио. Значит, должен быть к нему аудиодиск. Если вы качаете в интернете, должна быть папочка с аудио, где есть абсолютно все диалоги, которые есть в данном разговорнике. Вы будете не только читать диалог, не только выписывать новые слова, но вы, конечно же, будете слушать эти диалоги. Не берите разговорники для моряков и юристов и каких-то узких специальностей. Там будут очень сложные термины, которые вам не нужны. Самое такое оптимальное – это берите разговорник для туристов. Итак, берёте диалог, разбирайте его подробно. Выписывайте все слова, читайте его, учитесь слышать каждое слово из этого диалога, каждую фразу. Распространённая ошибка – вы послушали, отложили, потом переслушали, ничего не поняли. Без текста ничего не понимаете, что слышите. Друзья мои, навык слушания не сразу вырабатывается. Нужно постепенно учиться слышать английский язык. С опорой на текст, потом без опоры на текст. Проблема – вы действительно можете вначале не понять. Хотя вроде бы по тексту всё понятно, на слух ничего не понятно. Если вы будете каждый день слушать английские диалоги, натренируете понимание устного английского, то всё постепенно получится. Английский на слух тренируется. Друзья мои, это факт 100%. А дальше вы просто берёте и рассказываете себе этот диалог. Самое главное, если у вас нет учителя, когда вы рассказываете, не комментируйте свою речь русскими вставками. Не надо говорить «ммм, ну, ой, а как там?» и так далее. Нет, это должна быть чистая речь. Hello, hello, how are you? I'm fine, thank you. And how are you? Самое простенькое – начните хотя бы с этого. Что ещё я вам советую? Записывайте себя, то, как вы звучите со стороны. Возьмите мобильный телефон. У каждого, думаю, есть смартфон, практически у каждого. Там есть диктофон. Записывайте свою английскую речь на диктофон. Вначале вам будет свой голос казаться каким-то странным, непривычным, возможно, даже неприятным. Вам будет резать слух ваше произношение. Ваша задача – довести свою английскую речь до совершенства. Сначала привыкните к себе, к такому, какой вы есть, а потом слушайте, что вы говорите. Вот когда то, что вы говорите, будет сходиться с тем, что вы услышали в исполнении носителей языка – вуаля, всё получилось. Итак, составьте себе план, например, пройти разговорник за месяц. Обычно почти все самоучители имеют название типа «Английский за 30 дней». Возьмите и сделайте этот «Английский за 30 дней», у вас всё получится. Вот у меня есть пример урока. Фраза «Знакомство на английском языке плюс диалоги». Зайдите, посмотрите, если вам не лень. Работа с текстом. Следующий важный момент в вашем ежедневном плане изучения английского языка. Я вам очень советую читать и переводить простые английские тексты. Вот, например, текст у меня есть. Вы можете зайти посмотреть тут урок. Ссылочка будет кликабельной. Если вы смотрите с компьютера, если смотрите с мобильного устройства, вы не сможете нажать на ссылку, но вы можете зайти в раздел «Простые английские тексты». Там есть этот урок. Зайдите, посмотрите. Как работать, как выбирать текст? Для начала берите, конечно же, простые тексты с самой базовой грамматикой. Не нужно брать сложные тексты, в которых много слов. Как ориентир, если текст, вот вы читаете, и страница текста содержит в себе больше 10-20 незнакомых слов для вас, это сложный текст, не надо брать эти тексты, вы ничего не поймете. Я вам советую брать тексты, в которых максимум 5-10 незнакомых слов и грамматика, которую вы понимаете. И вот с такими текстами мы работаем. Доводите этот текст до совершенства. Что значит? Вы его должны научиться рассказывать без сучка, без задоринки. Идеально. Бегло. Беглый пересказ. Это очень важно, потому что речь английская, она очень быстрая, беглая. В 2-3 раза быстрее, чем русская. Поэтому надо как-то тренироваться, друзья мои, как-то разгоняться. И диалоги с текстами – это прекрасный способ разогнать свою английскую речь. Пишите свою речь на диктофон. Где брать тексты? Их можно брать в плейлисте моем, о котором я вам уже сказала. Можно брать, опять же, в самоучителях, хотя там больше акцент всегда идёт на диалоге. Можете искать их в Гугле, например. Можете брать английские учебники и там брать тексты. Ориентируйтесь на учебники начального уровня. Они маркируются как beginner или elementary. Иногда их также маркируют как уровень A1, A1 и A2. Это всё будет начальный уровень английского языка. Берите учебники зарубежных издательств, например, Headway, Longman, ну, в общем, там целая серия. И не берите русские книги, потому что русский взгляд на то, как учить английский язык, он, честно говоря, существенно отличается от английского взгляда на то, как учить. И мне английский взгляд импонирует больше, потому что почти все английские учебники построены по коммуникативной методике. Диалоги, тексты, фразы, которые вам нужны в речи. Русские все учебники, они какие-то аналитические, там, хотят в один текст впихнуть целую кучу сложной грамматики, сложной лексики. Вам это, друзья мои, не нужно. Поэтому берём английский учебник и из него берём простые тексты. Обычно все учебники тоже идут с аудио. Вы можете прослушать этот текст. Просто тут от вас требуется небольшую работу провести и найти этот текст. Там не всё в текстах, в отличие от русского, от русских учебников. Когда вы перерастёте начальный уровень, конечно, переходите к уровню low intermediate. Но начальный уровень английского в английских учебниках, он достаточно объёмный. Очень часто он затрагивает ещё и low intermediate, нижний, средний уровень. Но я вам скажу, что не гонитесь, лучше очень хорошо изучите начальный уровень, чем вы быстренько всё прошли, а мне тут всё понятно, и берёте средний уровень, а там вообще ничего не понятно. Вы и основы не отработаете, и дальше не сможете идти. Лучше хорошо отработайте основы, друзья мои, это очень важно. Как запоминать слова? Конечно же, английский язык вы не сможете выучить, если вы не знаете английских слов. Это невозможно, друзья мои, потому что грамматика, она, собственно говоря, и нужна для того, чтобы соединять между собой слова, так, чтобы при этом смысл был всем понятен. Поэтому, если вы не будете учить слова, вы не сможете продвинуться в английском языке. Учите слова. Вот как их учить, мы сейчас подробно разберём. Итак, как же запоминать? Учить нужно не все слова подряд, это очень важно. Наши люди обычно видят незнакомое слово, всё, надо быстро его выписать, вызубрить. Нет, так не нужно делать. Лучше сосредоточьтесь на тех словах, которые вам время от времени попадаются, периодически. Те, которые вам примелькались. Вот если одно слово вам встретилось два, три, пять раз, вот такое слово нужно выписывать. То есть, конечно, вначале вам всё будет непонятно, да. Поэтому первые английские фразы вам, конечно, нужно выучить как есть, разобрать там абсолютно каждое слово. А потом уже отталкиваясь от вот этого небольшого фундамента, берите понемногу те слова, которые действительно вам примелькались. Эти слова будут составлять 90% активного словаря английских людей. Английские люди, англоговорящие, они не используют весь миллион английских слов. Вот Google заявляет, что в английском языке есть миллион слов. Ну, они, конечно, очень хорошего мнения о себе, друзья мои. Я вам скажу, что словарь обычного американца составляет около тысячи, максимум пяти тысяч английских слов. Этого достаточно для абсолютно комфортного общения. Шекспир, когда писал, он использовал, по-моему, 23 или 27 тысяч слов. Я вот точно не помню. В общем, больше 20 тысяч слов – это точно. Вам не нужно говорить как Шекспир. Половина слов, которые он использовал, они уже вообще вышли из обихода. Вам это не нужно. Я считаю, что если вы выучите тысячу базовых слов, этого уже достаточно для общения. Если вы выучите пять тысяч – отлично, молодцы. Больше десяти тысяч вам, в принципе, не нужно. Поэтому не нужно гнаться абсолютно за всеми словами, всеми терминами редкими. Выучите основное. Вначале особенно выучите сто самых ходовых слов. Этого будет достаточно для нормального общения. Как же учить слова? Обязательно заведите себе личный словарик, друзья мои. Это может быть либо тетрадка, либо блокнотик, который вы будете с собой носить. Это может быть электронный словарь, который вы будете ввести в Excel или в какой-нибудь другой программе. У меня есть очень подробный урок о том, как правильно ввести английский словарь. Зайдите, посмотрите, вы узнаете для себя очень много всего интересного. Но основные способы, как же правильно запоминать английские слова, я перечислю с вами сейчас. Итак, как же запоминать слова, друзья мои? Обязательно, самое главное условие, вы должны связывать слово с образом, который оно несет. Не нужно ограничиваться только англо-русским переводом. Многие ведут словарь, пишут слово по-английски, а потом слово по-русски. Это грубейшая ошибка. Вам нужно не лениться и подобрать какую-то картинку к этому слову. Можете, не знаю, нарисовать ту картинку сами. Откуда вырезать из какого-нибудь журнала. Но у вас обязательно английский вариант должен быть согласован с каким-то вот образом этого слова. Не столько с русским переводом, это неправильно. Второе. Слово нужно учить в контексте. Что значит в контексте? Вам слова попадаются в каких-то предложениях, в диалогах. Вот где попалось вам это слово, вы должны это место выписать. Обязательно выписывайте предложения, в которых вам попались эти слова. Не учите слова отдельно, сами по себе. Можно так учить, конечно, но намного эффективнее учить слова в контексте. То есть, например, знаете, там скажем, что, я не знаю, car – это машина, да? Но вам оно попалось в контексте a blue car – синяя машина. Так вы выписываете car-машина-blue car – синяя машина. И подбирайте картинку красивой синей машинки. Обязательно выписывайте предлоги в контексте, потому что предлоги в английском языке имеют много значения, они не сходятся с русским языком. Если вы выпишите предлог in и напишите рядом с ним перевод в, в чем-то, а он вам попадется в совершенно другом контексте, это очень невероятно, то вы будете озадачены. Как же так? Вы писали, что in – это в чем-то, да? А оно означает другое. Выписывайте ситуацию, в которой вам встретился предлог. Дальше. Нужно запоминать не только, как слово пишется, но и как оно звучит. То есть, его звуковую форму. Это, друзья мои, многие наши русские люди вообще этот момент игнорируют. Самое лучшее, что они делают – это пишут транскрипты, причем часто русскими буквами. Это неправильно. Вы должны запомнить, как слово звучит на английском языке. Где брать звучание слова? Его можно брать в интернете, например, в Google Translate. Войдите в поиске Google Translate. Там появляется… Давайте я прямо сейчас с вами введу. Вот я ввела адрес translate.google.ru, ввела слово по-русски – Кипр, по-английски – это Cyprus. Вот я его могу послушать. Как видите, все здорово, все отлично, все легко слушается, абсолютно бесплатно. Не ленитесь, друзья мои, запоминайте, как слово звучит. Следующий важный момент. Повторяйте старые слова. Обязательно всегда делайте повторения. Все очень легко забывается без повторения, поэтому не ленитесь, повторяйте. Следующий момент. Делайте карточки со словами. Что значит карточки? Вы берете бумажечку формата визитки или кредитки. С одной стороны пишите слово на английском. К нему по возможности добавляете картинку. А с другой стороны пишите перевод и предложение, в котором это слово вам встретилось. Этот способ вам здорово поможет учить слова. Карточек со временем будет много. Но вы будете как бы физически иметь результат своего труда. О, вот сколько карточек. И я их все знаю, друзья мои. Отличный способ. Не надо о нем забывать. Дальше. Есть такой способ, как прописывать слово. Берете, например, слово Apple. И пишете его в тетради 2, 3, 5 строчек. Apple, 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 Apple. Проговаривайте про себя. Это тоже работает друзьям. Это тоже помогает вспоминать слова. Еще один интересный способ. Похоже на предыдущий, но без писанины. Берете слово и 30 секунд повторяете его. То есть 30 секунд засекаете время там на часах или, я не знаю, на мобильнике. И повторяете себе Apple, яблоко, Apple, яблоко, Apple, Apple. Повторяете как мантру. 30 секунд. Это работает. Считается, что слово, если оно вам встретилось хотя бы 70 или 250 раз, 70, 80, 90, 200, кому как. То оно очень крепко запомнится, друзья мои. Поэтому не ленитесь. Дайте себе эти 100-200 повторений слова. Чуть-чуть напишите. Чуть-чуть устно повторите. Подберите картинку. Когда повторяете, смотрите на картинку. Поверьте, вы так намного быстрее будете запоминать, чем если вы будете писать обычный список. Сегодня вы его помните. Завтра вы вообще все забыли. Потому что список, он холодный, он безжизненный. Вам нужно вдохнуть жизнь в свой английский язык. Дальше. Как я вам уже сказала, слово нужно каким-то образом визуализировать. Помимо того, чтобы подобрать к нему картинку, его нужно связать с какими-то своими личными ощущениями, воспоминаниями. В общем, со своим каким-то опытом. Вам важно наполнить слово своим опытом. Потому что слово, английские слова, будут помогать вам выражать себя. Правильно? Поэтому вы должны наполнять чужие для вас пока что слова своим личным опытом, своими ощущениями и переживаниями. Не всегда это удобно сделать, но очень часто. Если тема касается, скажем, еды, эмоций, событий, то все это очень легко делать. Поэтому, например, возьмем тот же Apple. И в голове представили сочное вкусное яблочко. Красненькое. Кушайте, сок прямо льется из этого яблока. Все, я вам связала слово Apple с образом, с вашими ощущениями. Например, в данном случае с вкусовыми. Теперь вам будет намного проще вспомнить, что такое Apple. Используйте этот способ, друзья мои. Дальше есть у нас специальные мемотехники для запоминания. Особенно они большую популярность приобрели сейчас в интернете, потому что всем хочется быстро запоминать. Хочется с первой попытки запомнить слова, там, огромные блоки информации. Как по мне, эти техники достаточно сложные. Почему я так говорю? Потому что они требуют от вас перестроения вашего образа мысли. Мы, как правило, в большинстве взрослых людей думаем логически. От вас требуется образного мышления. Что такое образное мышление? Это когда вы не описываете что-то характеристиками, а представляете в голове целую картину, держите ее, удерживаете эту картинку в голове. Как по мне, это не всегда легко. И некоторым людям это даже очень сложно. Поэтому попробуйте, поизучайте мемотехники. Может быть, вам понравится. Я сама некоторые моменты из этих техник использую. Но, опять же, это требует сноровки. Это требует усилий, которые вы можете прикладывать для изучения английского стандартными способами, которые вам знакомы со школы. Итак, техника ассоциации. Это вариант мемотехники. Когда вы ассоциируете слово с чем-то. Я могу сказать, что очень часто у вас случайно случаются какие-то ассоциации. Ну, такой пример я вам привожу. Например, пчела по-английски это be. По звуку она очень похожа по звучанию на обычную букву be. Мысленно рисуете себе в голове пчелу. Рядом с ней ставите букву be. Все, вы связали пчелу и букву be. Все, у вас возникла какая-то ассоциация. Теперь, в случае чего, ваш мозг подставит вам вот эту вот ассоциацию, вот эту картинку, которую вы сформировали. И вы сможете восстановить из памяти слово be, если оно вам встретится. Даже вспомните, как оно звучит, друзья мои. Поэтому используйте ассоциации. Не обязательно английское слово с английским. Можно делать ассоциации с русскими словами. Иногда это работает довольно неплохо. И вот теперь мы добрали с вами, друзья, до грамматики. Это то, чем, конечно же, нужно заниматься. И грамматика помогает нам соединять слова, как я вам уже сказала, для того, чтобы то, что вы говорили, вообще имело хоть какой-то смысл. Чтобы вы не говорили как индейцы, а говорили по правилам, которыми пользуются все англоговорящие люди. Смотрите уроки по английской грамматике. Вот здесь в разделе «Самая нужная английская грамматика для начинающих». В этом плейлисте я добавляю новые уроки по грамматике. Но как я советую работать? Советую не просто проходить отдельные темы по грамматике и делать упражнения. Этого мало. Обязательно учите примеры. Запоминайте их. Вот прошли, например, юнит по грамматике Мёрфи, да? Потом берите, скажем, 5-10 примеров и зубрите их. При этом обязательно себе выпишите рядом с примерами суть правила, название этого правила. Итак, в случае чего вы откройте примеры, вам сразу ясность, к какому правилу они относятся, где его повторить, как оно называется. Делайте себе небольшой путеводитель по английской грамматике. Вначале вам это очень сильно пригодится. Чем больше упражнений на каждое правило вы сделаете, тем, конечно же, лучше. То, что даёт, например, грамматика Мёрфи, это, конечно, мало, это только основы. Вам нужно всё очень хорошо натренировать. Помните, я вам говорила? 100-200 повторений, да? Одно и то же правило нужно использовать сотни раз. Кому-то, может быть, даже тысячи, чтобы оно вошло к вам, пришло к вам. Это логика английская. Вы могли безошибочно этим правилом пользоваться, друзья мои. Следующий важный момент. То, чем вам нужно заниматься, напомню, раз в неделю, как минимум, по часу, это, конечно же, слушать живой английский язык. Многие считают, что можно обойтись изучением слов и грамматики, диалогов, и вы всё поймёте. Нет, друзья мои, это далеко от истины. Вам обязательно нужно спускать в себя настоящий, живой, неадаптированный английский язык. Как это делать? Конечно же, нужно постепенно к этому приходить, не сразу бросаться с головой, потому что вы ничего не поймёте вначале. Это нормально. Вы же не думали, что сразу всё поймёте, правда? Так вот, постепенно вы, слушая английский язык живой, изучая его параллельно по грамматике, по диалогам, пополняя словарный запас по текстам, вы постепенно научитесь слышать отдельные слова. Потом вы услышите целые предложения. И постепенно вам станет вообще практически всё ясно, что говорят англоговорящие люди в этих фильмах и сериалах. Что я советую смотреть? Советую смотреть на английском языке то, что вам нравится. Не смотрите BBC, потому что там правильный английский язык. Вот я, например, не люблю BBC, мне скучно. И многие не любят. Я вот, например, люблю сериалы смотреть. Берите любимые фильмы и сериалы, берите то, что вам доставляет удовольствие. Берите американские шоу, там, я не знаю, если они вам нравятся, да, и смотрите их. Не переживайте, что вначале вы ничего не понимаете. Главное – сформировать у себя ощущение языка, чтобы вам было интересно. Берите то, что вы уже раньше видели, и смысл общего действия, да, на экране вам будет ясен. Понимание придёт постепенно. Обязательно выделяйте одно занятие в неделю для устного английского языка. То есть во время этого занятия вы не пишете, не читаете, не учите грамматику, ничего не делаете. Вы просто слушаете и наслаждаетесь английским языком, друзья мои. Это важно. И вот, друзья мои, наконец-то мы с вами перешли к плану работы на неделю. Напомню вам ещё раз, с чего мы начали, с того, что мы учим английский минимум час. И вот в течение этого часа каждую неделю. В понедельник вы час, например, работаете с текстами. По методике, которую я вам дала выше. Во вторник вы час работаете с диалогами. В среду вы час работаете с грамматикой. В четверг вы повторяете. То есть целый час вы просто повторяете то, что вы выучили. В пятницу вы работаете час с грамматикой. В субботу вы работаете со словами. В воскресенье сделаете себе день отдыха и смотрите фильм на английском языке. Вы можете составить под себя план. Если вы считаете, что мой план недостаточно хорош, вы можете его подкорректировать под себя. Можете делать, скажем, комбинированные занятия. Сочетать, например, грамматику с повторением и так далее. В общем, составьте под себя план. Самое главное, каждый день без отдыха, без отлыниваний, без каких-то обстоятельств чрезвычайных работаем. Уделяйте 60 минут в день. У вас в день есть больше тысячи минут, почти полторы тысячи минут. Это реально найти 60 минут на английский. Не думайте, что это нереально. Это реально. Вы можете разбить на два блока по 30 минут. Делайте это. В неделю вы таким образом получите 420 минут работы над английским из 10 тысяч минут, которые вам даны. То есть почти 500 минут вы в неделю можете уделить английскому языку. И поверьте, при такой работе вы очень быстро продвинетесь в английском. Выйдите на новый уровень и скажете, ух ты, класс, у меня действительно получается. Я вам готова в этом помочь. Смотрите мои уроки на моем канале YouTube. Меня зовут Елена Вогни на YouTube. Либо Елена Викторовна при личном общении. Если урок вам понравился, надеюсь, это действительно так, жмите кнопочку «Мне нравится». Если вы используете какие-то дополнительные классные способы, чтобы учить английский, которые можно уложить в один час работы, обязательно напишите мне в комментариях, какие эти способы. Я буду рада подумать о них, сделать дополнительные уроки по этим способам, потому что я хочу найти для вас какую-то, скажем, идеальную методику для изучения английского языка. Я готова искать её, готова писать об этом уроке, друзья мои, лишь бы вы знали английский. И запомните, всего лишь час в день. Один час. Это всё, что от вас требуется. Делайте это. Работайте над своим планом. Делайте всё, как я вам написала. И поверьте, результат будет. Если вам что-то непонятно, если вы считаете, что это всё фигня полная, так и пишите в комментариях, Елена Викторовна, вы не правы, это всё не работает. Ну что ж, мы с вами можем, в принципе, об этом тоже поговорить, почему это не работает, но я надеюсь, что всё-таки вам это поможет. До встречи в следующих уроках. С вами была Елена Викторовна. Goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok